ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 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 И можно получить уже учетную запись Подтвержденные учетные записи, конечно, сложнее Немножко нужны, но достаточно Даже такой простой записи И уже можно переписаться самому На сайте госслуг все точно так же, как дома Вы переписались бы самостоятельно Уточните еще раз, до какого числа можно переписаться На госуслугах? На госуслугах самостоятельно Мы переписываемся с 15 по 8 число Потому что дальнейшее Должна быть обработка, сверка, еще что-то Потому что переписчики будут ходить Невозможно будет прям до конца 14 Потому что переписчики у нас работают с 15 числа По 14 ноября И они должны будут еще провести Определенную работу, чтобы вот эти коды Подтверждения у себя в планшете Сопоставить У нас МФЦ, как известно, уже два пункта Один на проспекте 60-летия СССР А другой на осенний Можно и кто-то в другой заходить? Только пока у нас такая возможность Нам предоставил МФЦ Только помещение, которое на проспекте Ну вот как-то гостевые компьютеры Договоренность вот такая Что они предоставили нам несколько гостевых компьютеров Ну в принципе как предоставили Они для всеобщего пользования Ну в данном случае, чтобы переписаться Ими можно воспользоваться Стационарные пункты переписи в Биробиджане Допустим, где находятся? Можно узнать? У нас в городе Биробиджане Всего 22 переписных участка И вот в МФЦ 23, так скажем 22 переписных участка размещены у нас в 11 помещениях Потому что у нас совмещенные есть участки То есть ближайшие сидят в одном помещении несколько человек Это для удобства Потому что контролер, который сидит там на участке Если их несколько человек, то им удобнее Кто-то пошел помочь переписчику Если какая-то сложная ситуация там И неразрешимая, и необходимое участие Ну и для контроля, конечно же Контролер для чего существует Контролировать работу переписчиков Помогать им и так далее Но обязательно один человек там остается В любое время можно прийти и переписаться В библиотеке на Шелом-Алехима есть переписной участок На проспекте 60-летие СССР 22 Там есть переписной участок Ну стационарный имеется в виду Затем в шахматном клубе на 40 лет победы Все районы охвачены Да, на Советской у нас в ПГУ несколько участков На Дальсельмаше там тоже В здании ПГУ также есть стационарный участок И в культуросветучилище В чем сложности? Вот уже успели сейчас, может быть, увидеть, заметить? Ну сложности, конечно же В сложной эпидемиологической обстановке Потому что люди, которых мы набираем И достаточно рано начали этим заниматься Но они постоянно у нас меняются Потому что люди болеют И, соответственно, нам приходится их заменять Это тоже такой небыстрый процесс Потому что, во-первых, нужно человека зарегистрировать Во-вторых, он должен иметь Ну, как бы, данные По банковскому карту Потому что у нас все наши переписчики Они застрахованы Договоренность существует с банком Ну, со Сбером Страховка на 50 тысяч От несчастных случаев То есть определенные случаи Там все прописаны Можно ли сейчас стать волонтером и переписчиком? Или уже, как говорится, поезд ушел? Нет, не вопрос Записаться в резерв, так скажем Потому что, как я говорю Переписчики у нас Да и что уж далеко ходить И контролеры тоже меняются В связи с тем, что Ну, какие-то непредвиденные обстоятельства Люди болеют Еще что-то происходит Сейчас они набраны 100% у нас И обучены у нас уже и контролеры И переписчики частично Но вот сегодня у нас обучение идет Активное студентов Которые основную массу составляют Переписчиков в городе Биробиджане Это они в ПГУ Швамалехима у нас В двух группах занимаются А с 18-го они уже пойдут в поле Так у нас называется Возраст какой-то должен быть обязательный или нет? Старше 18 лет Назначен Потому что у нас же открывается счет в банке Естественно И люди, ну, все-таки Переписчики Как ответственность Естественно, должна присутствовать Молодые люди Все-таки им сложнее Во-первых, и люди сейчас Не всегда они и так-то не очень Ну, были такие ситуации Когда они очень хорошо открывали дверь И есть люди и озлобленные В связи с тем, что Ну, я говорю Да, много в связи с чем Да, много всяких причин Да, у нас сейчас существует Ну, и в связи с пемидеологической обстановкой А все-таки, Галина Николаевна Если, допустим, ну, вот Решу я стать волонтером Вот душа горит Хочу прям переписывать людей Куда обратиться Что для этого нужно? У нас волонтерский корпус Волонтеры переписи Они все регистрировались На определенном сайте Занимался этим у нас Департамент образования У нас там есть ответственный человек Если есть такое прям желание Сильно большое То, пожалуйста, можете обратиться И к нам в статистику Или в департамент образования Спросить, что я хочу быть волонтером И я не думаю, что вам откажут Как вы сейчас правильно заметили Не все хорошо открывают двери Кто-то вообще не открывает Ну и понятно, что К сожалению, в последнее время Участили случаи мошенничества И кому попало Двери открывать тоже не хочется Как узнать, правильный ли это переписчик И переписчик ли это вообще К вам пришел По каким признакам определенным Ну, во-первых, вот Как я уже говорила Переписчик у нас Вот снабжен сумкой В которой лежит планшетный компьютер Затем у него вот такой жилет Со светоотражающими элементами Шарф есть Но, к сожалению, не все розданные Я не могу вам показать его Но у каждого есть шарф с эмблемой Ну и бельжик самая главная Да, естественно Удостоверение это самое главное Но это удостоверение действительно Только при наличии паспорта То есть если паспорта нет Вы должны сверить то, что написано здесь И то, что написано в паспорте И, в принципе, каждый человек вправе попросить паспорт Чтобы его пока показали Вместе с удостоверением Если с человеком возникли какие-то вопросы Пожалуйста, он может всегда позвонить на горячую линию 415-52 Это у нас в помещении статистики По адресу Шаламу Амалихи Мы располагаемся Вот наш телефон горячей линии Кроме того, у нас есть многоканальная Всероссийская горячая линия Ее телефон 8800-707-27 Пожалуйста, по ней тоже можно Они могут и помочь переписаться Ответить на все интересующие вопросы Если что-то вдруг не смогли ответить То они с вами все равно свяжутся при ВКонтакте И мы по каждому переписчику Вы можете узнать сведения Есть ли у нас такой переписчик или нет У нас вот на горячей линии Пожалуйста, звоните Если вдруг вызывает сомнение И вы понимаете, что вот что-то здесь не так Она круглосуточная линия? А, ну или во время рабочего дня пока не ходите? Все время, да, вот наш телефон 415-52 А вот горячая линия, то они свяжутся и у нас узнают Это многоканально, она круглосуточная То есть, если кто-то захочет похвалить волонтера-переписчика Можете смело позвонить и сказать Вот этот вот молодой человек Девушка, молодец Учтем обязательно Понятно Снабжены ли переписчики Какими-то необходимыми мерами предосторожности? Да, все переписчики у нас снабжены масками и перчатками На стационарных участках у нас антисептические средства имеются И, конечно же, заходить туда все должны У нас на каждой двери вот такой висит Такое приглашение, ну, как бы напоминание, что надеваем маски То есть, обязательно нужно в маске Посещать данный участок Будем социально ответствовать Ну, и, конечно, большая просьба Потому что переписчики наши Мало того, что их сложно набрать Это студенты, молодые люди Но в основной своей массе, конечно, есть у нас разных возрастов люди Которые, ну, пожелали быть переписчиками Основная масса именно в городе, я имею в виду, это студенты И хотелось бы, чтобы люди как-то, ну, с пониманием относились Потому что их было очень сложно и подобрать этих людей И если они начнут у нас отказываться Мы просто не сможем на достойном уровне провести перепись Не сможем всех переписать А это все-таки задача государственной важности На которую выделены немалые деньги Всегда было интересно, может быть, кому-то странным покажется вопрос Но, тем не менее, основная цель переписи населения То есть, помимо того, чтобы узнать Сколько человек живет в нашей огромной, великой стране Какая цель у нас? Многие могут сказать, что, пожалуйста У нас много всякой информации в различных... Статистики тоже самое Естественно, да Но здесь задается ряд таких вопросов Которые вообще нигде никогда больше и не сдаются, собственно Например, национальность По самоопределению Это единственный источник, где можно определить Какой национальности человек То есть, вот раз в 10 лет Мы смотрим, какой процент Ну, в дальнейшем уже, когда подводятся итоги Рассчитывается, сколько у нас русских Сколько белорусов, украинцев, евреев Что актуально для нашей области Ходя бы понять, сколько их Но это тоже по самоопределению Никаких документов Только со слов получается У нас вообще вся информация со слов Еще один момент Если вдруг будут требовать от вас какие-то документы Подтверждающие То это значит не наш человек Наши люди никаких подтверждающих документов Не требуют, все записывают только со слов Ну и самое главное Банковские реквизиты тоже Они не просят И три цифры с обратной стороны карты Уж точно не нужны переписчику У нас есть вопрос Источник доходов Да, он существует Он всегда существовал во время любой переписи Но мы только спрашиваем источник доходов Зарплата ли это Либо это пенсия, стипендия и так далее Какие-то соцвыплаты Но никогда не задается вопрос о ее количестве Естественно, никого это не интересует Не спрашивают, какое время у вас не бывает дома Уж наверняка? Ну, конечно, нет Там 23 основных вопроса Они, в общем-то, стандартные Полвозраст, состояние в браке Сколько детей для женщины она родила И владение языками Также вопрос, ну, как я сказала, о доходах Образование Об образовании тоже, кстати, информация Достаточно такая эксклюзивная Потому что ее тоже, собственно, так уж прям понять И идентифицировать, сколько ее Сколько с каким образованием людей Это тоже источник переписи населения Как быть с отдаленными населенными пунктами В которых не то, что интернета туда доехать бывает сложно Труднодоступные у нас на территории Таких населенных пунктов два В Облочинском районе Это все теплые ключи и новый Но переписи мы провели у них в прошлом году Потому что, когда начинали готовиться к переписи Уже была возможность проводить ее Мы ее провели И эти данные будут учтены именно в итогах сейчас В связи с тем, что, ну, как бы, деньги были уже затрачены И во многих регионах, где труднодоступная территория Она была проведена, чтобы еще раз не проводить То есть эти данные были Ну, естественно, это все не просто так Мы сами это сделали Естественно, что это все согласовано с правительством Российской Федерации Ну что ж, я думаю, пожелаем жителям еврейской автономной области Быть социально ответственными И поучаствовать во всероссийской переписи населения А зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Была заместитель руководителя Хабаровск-Стата Город Биробиджан Галина Николаевна Верх До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»